Глава Шофтим занимается описанием институтов власти, как бы мы сегодня сказали, институтов управления еврейским народом, уклад жизни. Шофтим это судьи, значит много уделяется внимания в этой главе судопроизводству, не конкретным законам, а в общем, как должен быть устроен еврейский суд, царь, войны и так далее, все что с этим связано. И в начале главы Тора несколько раз повторяет, что надо стремиться к справедливости, чтобы суд был справедливый и так далее. Каждый человек по-разному воспринимает наказание, допустим мы наложили на человека денежный штраф, там в начале главы Тора много раз повторяет, что такое справедливость, надо наказать преступника. Как мы его накажем? Допустим мы дали ему некое наказание, каждый человек по-разному воспринимает, кто-то легко расстается с деньгами, для кого-то это будет катастрофа. Или есть наказание 39 ударов плетью, кто-то легко это переносит, кто-то тяжелее, так где справедливость? Наказание как бы одно и то же, но оно будет совершенно разное для разных людей. А если мы еще дальше пойдем, любое наказание, оно так или иначе сказывается на окружении человека. Опять же, дали ему денежный штраф, значит он заплатил деньги, значит его дети пострадают, и мы там посадили его в тюрьму, если выражаясь современными понятиями. Посадили его в тюрьму, значит его семья страдает, его дети страдают, а они-то в чем провинились? Значит, а где справедливость тогда? С одной стороны, мы должны наказать преступника, с другой стороны, его наказание повлечет сразу же наказание его окружению, его семье, его детям и так далее. Так нет справедливости получается. И действительно, так оно и есть, что мы не можем самостоятельно, у нас вообще нет понятия справедливости, потому что мы не видим душу человека, мы не видим глубину, мы не видим, как это связано с другими людьми, то есть наказав одного человека, мы не знаем, как это, какую-то цепную реакцию повлечет за собой касательно других людей и так далее. Мы не можем это знать, и более того, Тора не обязала нас выяснять это. А что? Откуда мы знаем тогда, что такое справедливость? А вот Всевышний установил некие законы и сказал, что вот это вот справедливость. Почему? Потому что он знает, что вот так вот это происходит, потому что он может заглянуть вглубь вещей, и он может заглянуть в эту цепочку, как вещи связаны один с другим, и как одно влияет на другое. Так вот, соответственно, те законы, которые он дал, вот это вот и есть справедливость.